Святитель Дмитрий Ростовский. Жития святых. Житие святого пророка Елисея. Славен был этот великий угодник Божий в дивных пророческих дарованиях и деяниях, как о том повествуется в книгах царств. В царствовании Иоаса человек Божий Елисей, имевший пребывание в Самарии и будучи уже глубоким старцем, разболелся. Царь израильский Иоас пришел навестить его и, плача над ним, говорил «Отче, Отче, колесница Израилева и кони его!». Елисей сказал ему «Возьми лук и стрелы, открой окно к востоку, где находится Сирия, и натяни лук со стрелой». Царь исполнил это. Пророк же Божий положил свои руки на руки царя, сказал «Пусти стрелу к Сирии». И царь пустил стрелу. Пророк сказал «Стрела это, стрела спасения Господня, и ты победишь Сирию». И опять велел царю взять в руки лук и стрелы. Царь взял. Пророк сказал ему «Ударь стрелой по земле!». Царь ударил три раза и остановился. Человек Божий разгневался на него и сказал «Если бы ты ударил пять или шесть раз, то победил бы Сирию окончательно. Теперь же ты наносишь ей только три поражения». Так пророчествуя царю, святой Елисей скончался и был погребен с почестями. Святой пророк Елисей умер в глубокой старости около ста лет. Он выступил на пророческое служение при Ахаве около 900 года до Рождества Христова, а скончался при Иохасе в 30-х годах IX века. По блаженному Иерониму могилу пророка указывали близ Самарии. Святые мощи пророка Елисея во времена блаженного Иеронима вместе с мощами святых пророков Авдия и Иоанна Крестителя в Самарии изгоняли демонов. Во времена Юлиана сожжены были, но останки от огня сохранены верными, часть их перенесена в Александрию. В Константинополе святому пророку посвящен был храм, а в Палестине святым Иоанном Дамаскиным написан канон. Праздник в честь святого пророка Елисея 14 июня есть древнейший и общий для всех народов и Востока и Запада. Но не только при жизни пророк Елисей творил чудеса, но он и по смерти своей явил себя чудотворцем. Через год после его смерти несли хоронить за город одного умершего. В это время появилась толпа моавитян, которые производили набег на землю израильскую. Несшие умершего еще издали, увидали неприятеля и бросили труп в близлежащую пещеру. Это была та пещера, в которой покоился прах пророка Елисея. Лишь только мертвец коснулся костей пророка, как тот час ожил и, выйдя из пещеры, пошел в город. Об этом посмертном чуде пророка знал весь мир. И по блаженному Феодориту это посмертное чудо пророка имело такой смысл. Пророк и по смерти воскресил поднесенного к нему мертвеца, чтобы и сие чудо свидетельствовало о приятой им сугубой против учителя благодати. Кроме того, временной целью чуда могло быть воодушевление Израиля на борьбу с врагами, а вечной и существенной – засвидетельствование истины всеобщего будущего воскресения мертвых. В частности, здесь доказывается истинность почитания православной церковью мощей святых угодников Божиих. Так сила Божия, которая была на пророке Елисеи при жизни, сообщалась при этом чуде его мощам. Так и по смерти Бог прославил своего угодника. Кроме множества предсказаний, чудес и благодеяний, оказанных людям, пророк Елисей много содействовал развитию и возвышению училищ пророческих. Четвертая книга царств. И без сомнения, из этих училищ большую частью вышли те пророки, которых так много было во времена царей и которые частью устно, частью письменно поддерживали веру и благочестие в народе. За все сие Богу нашему слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Иисус, сын Сирахов, в своей похвале пророку Елисею говорит следующее. Исполненный духа Илии, Елисей не трепетал во дни свои перед князем, и никто не превозмог его, ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его, как в жизни своей совершал он чудеса, так и по смерти дивны были дела его. В Новом Завете сам Господь упоминает об Елисеи, как о великом пророке Божием, давая видеть в чудесах и исцелениях его премудрые пути промысла Божия. «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи», говорил он в обличении неверия своих соотечественников, «и ни один из них не очистился, кроме Ниемана, Сириянина». Евангелие от Луки «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи».